Здравствуйте, в эфире Якутия 24, новости экономики. В студии Евгений Баженко. Газпрому исполняется 25 лет. Накануне юбилея с президентом страны Владимиром Путиным встретился глава госкорпорации Алексей Миллер, сообщает сайт Кремля. Владимир Путин подчеркнул, что компания является системообразующей для экономики страны. Миллер сообщил главе государства, что Газпром занимает первое место среди 250 ведущих мировых нефтяных, газовых и электроэнергетических компаний. Газпром располагает самыми крупными запасами газа в мире, более 17% мировых, и последовательно наращивает свой ресурсный потенциал. Созданы новые центры газодобычи на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и в Арктике. С 2005 года компанией построено более 30 тысяч километров газопроводов внутри страны, газифицировано более 4 тысяч населенных пунктов. Уровень газификации по России на 1 января 2018 года составляет 68,1%, сообщил Миллер. Уже летом этого года россияне смогут удаленно открывать банковские счета. Это станет возможным благодаря вводу единой биометрической системы идентификации личности по голосу и изображению. Ее точно будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом проводить регистрацию физических лиц в системе, и затем можно будет выбирать любой банк удаленно, подтвердив свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с камерой и микрофоном. Первая версия системы была представлена в понедельник. Пилотом тестирования принимают участие 12 банков страны. Вопросы сноса аварийных объектов беспокоят алданцев, а в Анабарском люди интересуются вопросами поддержки оленеводства и промышленного развития. В Аймеконе автоземниками в горном районе наиболее часто задавали вопросы о закупке молока. В Устьяне спрашивают о качестве дорог и обеспечении продуктами. В Устьмайском районе остро стоят вопросы качественной связи, интернета и теплоснабжения. Правительство республики подвело промежуточные итоги отчетов на местах. К сегодняшнему дню традиционные встречи с населением, которые проходят в начале каждого года, состоялись уже более чем в половине муниципальных районов Якутии. Алроса планирует потратить до трети средств, полученных от продажи новотеку газовых активов, на покупку у Якутии 10% акций компании Алроса Нюрба, сообщил глава алмазодобывающей компании Сергей Иванов. Сейчас Алроса принадлежит почти 90% акций. По словам Иванова, у Алроса еще остались непрофильные активы, которые могут быть в дальнейшем выставлены на продажу. У нас есть еще много имущества, различные производственные базы, которые сегодня не востребованы гостиницы. Но во втором квартале этого года сделок по продаже непрофильных активов не намечается, сообщил руководитель алмазной компании. Не допустить массового падежа лошадей и крупного рогатого скота пообещал заместитель председателя правительства республики, министр сельского хозяйства и продовольственной политики Петр Алексеев. По его словам, дефицит сена в республике составляет 1000 тонн. Министр сообщил, что на подкормке сейчас стоит 72 тысячи голов лошадей. В прошлом году было 25 тысяч, поэтому и прогнозируется дефицит. Правительство республики в данный момент ведет переговоры с Магаданской и Амурской областью о покупке сена. Все автозимники регионального уровня открыты, кроме дороги Арктика. Здесь осталось пробить путь между населенными пунктами Андрюшкина и Колымский. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников. По автозимникам в период 2017-2018 года план объема перевозок жизнеобеспечивающих грузов составляет 644 тысячи тонн, из которых фактически уже доставлено более половины – 324 тысячи тонн. Реальные располагаемые доходы россиян в месячном выражении упали в январе на 49,7% по сравнению с декабрем 2017 года. При этом в годовом выражении доходы не сократились впервые за долгое время. Такие данные приводит Росстат. Ведомство отмечает, что реальные зарплаты граждан РФ в январе выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А среднемесячная начисленная зарплата работников организации составила 38 400 рублей. Россияне стали тратить больше денег на еду вне дома. В прошлом году в кафе и ресторанах было потрачено 1 триллион 400 миллиардов рублей. До этого два года подряд рынок общепита только сокращался. Водение ресторанного трафика напрямую связано со снижением покупательской способности. Из-за кризиса россияне были вынуждены оптимизировать свой бюджет. И многие решили сэкономить на походах в рестораны и подобные им заведения. Ситуация стала меняться прошлым летом. Однако об устойчивой тенденции роста экономисты пока не говорят. Вероятность повышения суверенного рейтинга Российской Федерации весьма велика. На этой неделе 23 февраля сразу два международных рейтинговых агентства Standard & Push и Fitch будут планово пересматривать суверенные рейтинги России. Сейчас только по версии Fitch рейтинг России в иностранной валюте находится на инвестиционном уровне BB-. Два других рейтинговых агентства из тройки ведущих Standard & Push и Moody's пока присвоили нашей стране рейтинги более низкой категории BB-plus и BA-1 соответственно. Однако прогноз от всех трех положительный, то есть повышение позиции весьма вероятный. Тем временем Якутия агентство Standard & Push уже присвоило рейтинг на уровне BB с прогнозом стабильный. Аналитики агентства ожидают сохранения в Якутии низкой задолженности и достаточной ликвидности. По их оценкам в ближайшие 12 месяцев регион сохранит доступ к средствам федерального бюджета и открытым кредитным линиям. Уровень благосостояния и перспективы роста экономики в Якутии выше, чем в среднем по России. До конца месяца курс доллара снизится до 55-55,5 рублей, а курс евро дойдет до 67,5-68. Такой прогноз дают финансовые аналитики страны на фоне дорожающей нефти. В целом до конца февраля не предвидится глобальных событий, которые уронят рубль, поэтому сейчас самое лучшее время для тех, кто планирует купить валюту впрок. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с Якутия-24.